Ну что, друзья, вот и закончилась очередная неделя на моем бездонатном аккаунте. Отыграл я Weekend League, и сегодня будет пересказ моего очередного триллера в этой самой Weekend League. Рубрика, можно сказать, уже еженедельная. Если вам нравится подобный формат обзора Weekend League, то по традиции от вас попрошу лукас под этим видосом. Вам не сложно, мне приятно больше мотивации работать, стараться. Все-таки эти видеоролики делать намного сложнее, чем обычный геймплейный видос. Все-таки тут 20 матчей, играешь, какие-то события вырезаешь. Я лично сам дико кайфую, надеюсь, вам так же нравится, поэтому присаживайтесь поудобнее. Сегодня вы видеоролики увидите, как прошла моя Weekend League на бездонатном аккаунте. А там есть на что посмотреть, поверьте. Сломал я себе дверь, поймал себе кумира в обычном паке. Но обо всем, друзья, по порядку. И в первую очередь, конечно же, хотелось бы напомнить вам о моих спонсорах. Это мои легальные хорошие друзья из компании Paris. Сегодня у нас Лига Чемпионов. Лейпциг играет против Сити, а Интер встречается против Порту. Свою вставочку можете делать в закрепленном комментарии. Можете делать это как на сайте, так и в удобнейшем мобильном приложении. А если вы еще, друзья, пройдете верификацию до конца, получите шикарный бонус. Это фрибет в размере 1000 рублей. Ссылка в закрепленном комментарии. А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Ну и, собственно, наверное, стоит продолжить мою историю бездонатного аккаунта там, где мы ее закончили в прошлый раз. Как вы помните, прошлая Викинг Лига у меня не задалась от слова совсем. Отыграл я на 10 побед, был в полной тельтухе и понимал, что нужно усилять свой состав. Сначала мне показалась хорошей идеей как-то попробовать все-таки залинковать Кардобу и перестраивать его на позицию правого защитника. Там попытался Габко впихнуть, Бергвайна и заиграть двух фьючерстаров, которые были в заданиях, которые нужно было выполнять либо в Division Rivals, либо в Squad Battles. Так как я счастливый обладатель двух плоек, я такой собрался и пошел выбивать эти карточки. И я сам с собой коннектился, играл, и это заняло у меня суммарно, наверное, 4 часа времени. 2 часа на одну карту, 2 часа на другую. Понятия не имею, сколько бы это занимало, если бы я без двух плоек пытался их выбить. Но задания явно какие-то нечеловечные. Но при этом дают хорошие рейтинги, 84, 86, 88. Про сами эти карточки я чуть позже упомяну, сделаю такой микро обзор на то, стоило ли все это дело или нет. В общем, пошел я в отборы играть этой командой. Не сказать, что я был впечатлен, но стата довольно-таки неплохая была. 9-1. В предпоследнем матче мне попался читер. В последнее время я почему-то часто с ними встречаюсь. В общем-то, в чем суть была? Зашел я в матч, начал играть. Составчик у чела, очевидно, сильнее чем мой. Я ему забиваю, видимо, у него очко пригорело. Он нажимает на паузу, друзья, нажимает на паузу. И в моменте за него начинает играть комп. Это что за виды читов? Алло, Electronic Arts, у вас там все хорошо? Вот вам и кроссплатформа, и великий ПК-гейминг. Вот такие вот очкозавры сидят, блядь, когда проебают, нажимают на паузу. И за них бот начинает играть. Вот, в общем-то, бот начал, естественно, меня давить. Там какой-то Ultimate режим, наверное. И матч шел к дополнительному времени. Но не дошел. Игра зависла, и все. Ни хера не происходит. Мне пришлось закрыть FIFA, перезайти. Но при этом мне засчитали победу. От чего я охренел? Что это было, я так и не понял. Но в любом случае, читеров я осуждаю. Никнейм этого чувака у вас на экранах. Если он ваш друг, вы больше не дружите с ним. Составчик, может, был не самый плохой. Но потом вышел Balotelli. И немножко изменил мои планы. В общем, пришлось мне покрутить, повертеть свой состав. Нихерово так. У меня было 4 варианта. И все-таки я остановился на первом варианте. Где была фулл сыгранность у всех. Но перед этим, наверное, еще стоит упомянуть. То, что я в процессе выбивания этих самых фьючерстаров. Заполучил пак за 100 тысяч монет. Открыл его. Ну, так чисто для себя по статкам смотрел. И увидел кумира. Я такой, вау. Вот это прикол. Наверное, там какой-нибудь R9 зубастик. Но там оказался Кэмпбелл. Увы и ах. Но все равно приятно словить кумира в обычном паке за 100 тысяч. Но неприятно, что этим самым кумиром оказался Кэмпбелл. Который при всем желании в основной состав мне никак не залетит. Ну, так вот. С тем самым составом, который я вам показал до этого. Пошел с хорошим настроением ебошить в Викенде. И, как вы понимаете, мое хорошее настроение немножечко так приопустилось. Когда я увидел Мбаппе Жару Зиню. Ну, и, собственно, отлетел со счетом 3-0. Потом игра дала мне немножко выдохнуть. Встретился какой-то не особо сильный соперник. Отлетел он со счетом 6-3. Третий матч. Счет 5-2. Кордоба, спасибо тебе огромное. В этом матче я окончательно для себя понял, что я не хочу играть с этим центральным защитником. Иди нахуй, Кордоба, блядь! Да чье, блядь, ебаная! Гантон, блядь. Я играл в пятницу в 11 часов утра. Опять же, повторяю в тысячный раз сам себе не играть утром в пятницу. Блядь, что нахуй я пропускаю, блядь? Ну, что нахуй я пропускаю? Ну, и по итогу, после шести матчей, друзья, общая статистика у меня 3-3. Как понимаете, старт не самый удачный. Отыграл я шесть матчей и понял, что я больше не хочу играть этим составом. Но при всем при этом Болотели был охуительный. Но ради Болотели держать кучу говнарей, которые не играют на свои статы. В частности, вот это вот чмо, блядь, итальянское, блядь, фьючерстаровское. У которого там заявлен деф за 90, блядь, но при этом играет как просто какой-то обоссанный бомжара. Там еще вышла сборочка кумира. Исходя из прошлого видеоролика, вы наверняка знаете, что я поймал там классную карту. Да, это Луиш Фиго, ради которого мне пришлось перестраивать свой состав. Также вместе с Фиго, друзья, в тот же день мне упал Фафана, центральный защитник из Челси. Да, у Челси там, как я понял, не очень много шансов на проход. Но так или иначе, карточка очень годна. И я обязан был залинковать его в своем составе. Собственно, вот такой Тимой пошел играть дальше. Ну и вы знаете, игра вроде пошла после появления Фиго у меня в составе. Опять же, я был лютым скептиком по отношению к этому португальцу. Но когда я понял, что эта карта творит на поле, я извинился перед ним. Сказал, братан, ты самый лучший, продолжай в том же духе. И он реально тянул мою команду вверх, а не как Кордоба с этим итальянским уеком вниз. В общем, отыграл я свой десятый матч с итоговой статой 6-4. Да, кстати, наверное, стоит упомянуть, что я потянул время против подписчика. Прости, бро, но ситуация была тяжелая. Тут и так Тимт, каждая победа на вес золота, а у тебя еще состав Сан-Баппе уже у Рузинио. Ну, вы сами понимаете, там, блядь, скользкий счет был. Я буквально назад немножко пробежался и потянул время. Чел очень на меня сильно сагрессировал, но не показать вам этот момент не могу. На нахуй. Опять же, повторюсь про Фигу. Это великолепный футболист. Если бы, условно скажем, он не упал на основу, где места, ну, прям вообще нет, я бы, наверное, расстроился. Но конкретно на моем бездонатном аккаунте это просто нереальный бестяра. Как же он меня тащил. Даже когда, казалось бы, я проигрываю 2-0, не имею никаких шансов, он врывается и начинает ебошить. Кстати, передаю пламенный привет Балаку. Ты долбоеб или что, блядь? Хули ты ныряешь, блядь? На какое-то время он заскакивал в мой основной состав, но сразу же оттуда съебывался нахуй, когда я видел его что-то подобное. Потом, перед финишной прямой, я раза два менял свой состав, потому что каждый раз меня что-то не устраивало. Я каждый раз в голове держал, что состав может быть лучше. Был такой вот вариант вместе с Неймаром, с Аллахом. Какие-то странные вещи происходили у меня в Викендиге. Хочу вам показать вот этот вот забег, где бежит Ванди Джекей и Политана. Посмотрите, как Ванди Джекей отлетает от Политана. А я вам напоминаю, сила у Ванди Джекей 93, у Политана 46. Но он просто без шансов нахуй не оттолкнуть, не отпихнуть. Я понимаю, что скорость у него сильнее, но, блядь, это же ебаный Ван Дайк. Ах да, я же забыл упомянуть, что это был киковчик. Ну и вот, друзья, я на финишной прямой. Я выровнял свою стату, хоть я начал не очень, 3-3. По итогу у меня итоговая стата была 10-5. Мне нужно было выиграть всего лишь один матч. Всего лишь один матч мне нужно было выиграть, чтобы сделать 11 побед. И как вы думаете, сделали я 11 победу? Сначала я проигрываю по пеналям. 10-6. Следующий луз не оставил себя долго ждать. 10-7. Че залетело? Следующий луз 10-8. И это тот самый луз, который просто вывел меня из себя. Но когда ты проигрываешь 3 матча подряд, при этом тебе нужно просто одну сраную победу сделать. Я очень сильно бомбанул и пошел крушить все на своем пути. Видеозаписи нет, но вы можете послушать аудиозапись. Очень страшные звуки. Рекомендую всем чувствительным людям отойти от экранов. Потому что там, блядь, что-то страшное нахуй происходит. Короче, Викенлига у меня не проходит бесследно. Я тут это по двери немножко уебал. Немножко по двери уебал и что-то плохо стало. Передаю большой привет Стасу. Стас, если ты смотришь это видео, знай, ФК деньги в сердечке. Ну да, друзья, психанул. Ну с кем не бывает. Я уверен, у каждого из вас так или иначе бывали случаи, когда вы что-либо ломали вокруг себя, когда проигрывали в эту игру. Но как бы там ни было, друзья, после того, как я выместил ненависть на несчастные двери, я выпил чай, немножко успокоился, сел и сделал две победы подряд. Да, 12 побед. Ну, 12 можно было не делать, но так, всякий случай. Ну и для всех тех, кто переживал за дверь, друзья, с ней все хорошо, починили, все тип-топ. Так, что по наградкам, спросите вы? Собственно, смотрите. Очень хочется Криштиану Роналду красного залутать. Надеюсь, он к нам в гости зайдет. Поехали. Первый красный пик, и мы видим, да нихуя мы здесь не видим, Родери 88, как рейтинг беру. Пожалуйста, Криштиану Рональду. Криштиану Рональду. Блять, опять 88 рейтинг, но без Криштиана Рональду. Ну и последний пик. Смотрим и надеемся. Обидно, обидно. Очень хотелось красного Криштиану Рональду себе. Так, также два пика 84+. Давайте смотреть. Блять, Ван Дайк, ты заебал. Сколько раз у меня уже выпадает. Ну, я возьму. 90 рейтинг. Куда им запихну? А вот куда, я пока не знаю. СБЧ шут никаких нет. И второй пик. Ну, тут Бернарда Сильва. Окей. Если подводить итог по финальной команде, это полная помойка. Ну, Лозана просто типичный бегунок с хуевым дриблингом. Ну, Замбу я, может быть, оставил бы, но продам. На NextVL у меня другие планы. Вот Кьюл мне понравился. 1 плюс 3 за 5 матчей. Защита и вроде доволен. Фафана был довольно-таки неплох. Реймзи очень прикольный. За 45 матчей 7 плюс 11 отдал. Равелла это прям вообще лютая помойка. Никому не рекомендую выбивать эту карту. Защита 90 не чувствуется от слова совсем. Заболтали первые 10 матчей отыгранной викенд-лиге. 9 плюс 2. Статка прикольная. Но ради него терпеть кучу говноедов в команде прям неприятно. Балок это прям вообще лютое разочарование. За 10 матчей 0 плюс 0. Да и не сказать, что отборы какие-то дел эффективные. Прям карта в NextSB. Опять же, тот же Реймзи чувствуется намного лучше. Ну, Бролин как ебошил, так и ебошит. Но в этой викенд-лиге все внимание было сконцентрировано на лучшей фигу. 13 матчей, 17 голов и 6 ассистов. Тайминг подъехал СБЧ, как раз таки куда можно в 1DGK отправить. И давайте смотреть игрока компании 86+. До этого я собирал, нихера вообще не упало. Возьму чисто рейтинг, потому что в любом случае никто мне здесь нахер не нужен. Так, ну чё, давайте. Команда недели. Криштиану Рональду приди. Я, конечно, мог засейвить, но не хочу. Нужны монетки. Давайте смотреть. Португалию давай, блядь. Даже надежду не дали. Набор редких игроков. Это NDD. Здравствуй. Так, ну и набор Ultimate. Пожалуйста, что-нибудь дорогое. Даже надежду не дали. О, боже мой. Ultimate. Ебаный Ultimate. Набор тонали падает. Ну, как-то так, друзья. Очередная неделя подошла к концу. Мой бездонатный аккаунт пополнился монетками. 350 тысяч на балансе. В общем-то, друзья, вот такая вот Викинг Лига у меня по итогу получилась. Следующая велочка, скорее всего, у меня уже будет с Криштиану Рональду. Спойлер, я за него уже успел поиграть около 5-6 матчей. И скажу, что это просто отвал башки. За 3 матча у меня 10 плюс 2 оформил. Командочка, скорее всего, будет выглядеть вот таким вот образом. Я смог залинковать его на 33 сыгранности. Опять же, я дико кайфую от подобных видеороликов, где я пересказываю о том, как проходила у меня Викинг Лиговая неделя. Как вы знаете, я в целом, как бы, Викинг Лигу не особо играл на своем основном аккаунте. Но вот конкретно на бездонатки я, типа, получаю кайф от прогресса, от процесса, от записи подобных видеороликов. Ну, конечно, не всегда, когда ломаются двери, настроение не очень. Но в целом, я, собственно, кайфую от всего дела. Если вы кайфуете так же, то от вас я попрошу, Лукас, под этим видосом. Оставить какой-нибудь классный комментарий. А на сегодня у меня все. С вами был я, Пандос Фиксович. Спасибо, что смотрите меня. И всем хорошего настроения. Чао-какао. С вами был я, Пандос Фиксович. С вами был я, Пандос Фиксович. С вами был я, Пандос Фиксович.